всем привет дорогие друзья меня зовут антон вы находитесь на канале крокодил play и мы с вами продолжаем играть френдал с мандой предыдущей серии нас наступил второй понедельник собственно мы сходили в квартиру мета видели что он опять умер но в этот раз умер не с головой микроволновки лежит окровавленное тело бесконечностей так и нам нужно по моему нам нужно нужно нам вот ломбард нам нужно узнать как обратно стырить кольцо или как его добыть любом случае иногда бесполезный ранний персонаж может дать ключ к новой загадки хорошо попробуем узнать найти новые ключи к новым загадкам итак даром л говорить доброе утро и еще что-нибудь конкретное доброе утро я ищу кольцо которое тебе продал кажется кажется сложно объяснить помнишь и я приходил вчера нет вчера мы были закрыты воскресенье выходной точно варианты ответов можно взглянуть какие есть кольца продажи правдами белый флаг меня испугал а вы правда меня не помните я-то думал что мы подружились сколько стоит баночка ртутной колы и и пожалуйста мне нужно кольцо это очень срочно для начала пойдем логичным путем поэтому спросим можно ли взглянуть на все кольца которые есть продажи нет нельзя ну почему я думаю клиент всегда прав этот девиз придумал конченый подлиза так вот да ладно сколько стоит баночка ртутной колы пять тысяч забрал пять тысяч минутку но она настоящая как гордый потребитель признаю что да разве и не изъялись продаж после скандала в 2000 году изъяли а вроде бы ученые обнаружили превышение допустимого содержания ртуте в ней нет и так уж много если я не ошибаюсь 37 процентов 34 процент ни один другой безлаговольный напиток так так не утоли от жажда я попробовал эту колу где-то в 98 году и помню потерял сознание это вообще достал столько банок обычно они раскрывают свои источники но ты мне нравишься парнишка кажется ты всерьез интересуешься мифами вокруг лучшей газировки всех времен народов я изобразился на интересованное лицо надо поработать над выражением лица пару дней назад мы с лучшим другом ограбили полный грузовик ртутной колы я встал посреди дороги а когда машина остановилась мой друг вырубил водителя старина джимми а потом он предал меня он заявил что ему досталась вся грязная работа и потребовал 60 процентов добычи так а что потом но если честно я плохо помню что было дальше все как в тумане очнулся здесь весь в песке и с полным грузом колы отжима с тех пор не видел но хватит об этом товар интересует или нет да да конечно интересует может быть завтра устроить себе ртутный день ты слоган помнишь ха-ха наш человек ну так чё тогда продай мне ртутную банку колы и кольцо задница вы правда меня понимаете я додумал мы подружились подружились а ты же тот паренёк из эмертон экспресс верно на чем сидишь сегодня ты что-то тупее обычное знаешь а вчера ты меня не грубил в столе я сказал теремы были закрыты совет бросай нюхать клей это очень вредно что ж у нас осталось последний последний вариант ответа пожалуйста мне нужно это кольцо это очень срочно а мне какое дело потому что я хочу его забрать да кстати я говорил что у меня в кармане куча денег ну просто порвало что же ты сразу не сказал об этом что-нибудь присмотрел ну золотой кольцо свет такой простое без драйвировки бриллиантов но она как бы не случает ауру таинственности так и притягивает к себе ничего не напоминает нет парень такое кольцо я видел лишь однажды но его принес не ты а парень который оказался двумя карликами в маскировках оно здесь кто карлики не не карли кольцо оно еще здесь нет вот блин я продал его утром извини но за него дали очень хорошую цену он сделал и продал наше кольцо где он теперь искать его прям в миф в рифму почти заговорил почти в нефрифма нефрифма так короче а можешь хотя бы сказать кто его выкупил я дам тебе все деньги что у меня есть только верни кольцо как мне вернуть кольцо и ну пожалуйста это вопрос жизни и смерти не давай поначалу кто кто хотя бы кто его выкупил ни за что это политика компании компания эта лавка похожа на старый склад а лицензия закончилась еще в 1968 году по моему тебя тогда еще на свете даже не было эй тебе понравится если я завалюсь к тебе домой и начну орать что у тебя там свинарник а я думаю что так оно и есть но это не важно важно что я требую уважения я не могу разглашать эту информацию это правило магазина . значит не крышка а как мне вернуть кольцо как ты собираешься купить его если его здесь уже нет ну значит так ты ведешь дела вчера тебе по зарез нужно было это кольцо сегодня ты его продал первую встречу я был зачарован слушай повторю последний раз вчера магазин был закрыт ясно хватит нести эту чушь и вообще как то странно жалуешься что я продал кольцо а ведь это моя работа между прочим ты же сам сказал что ты сам продал мне это кольцо что-то вроде того ну так успокойся уже ну пожалуйста это вопрос жизни смертный серьезно вопрос жизни смерти же ну мне очень жаль да я ни с чем не могу мне помочь на козу жизнь человека неужели для вас это ничего не значит не такая уж эта и ценность жизнь человека вот если бы жизнь редкого животного я возможно бы задумался ладно выбери животного я придумаю историю свиньи то правило магазина для меня важнее любой жизни даже редкого животного я слушай барин все сделки я фиксирую я бы мог всем рассказать кто что покупает но у меня уже были из-за этого неприятности толпы женщин приходят за своими свадебными платьями ботаны пытаются спасти свои коллекции комиксов бывает что и копы приходят искать улик или оружие из которого кого-нибудь покошили ну надеюсь ты меня понимаешь что я не могу раскрывать эти сведения ну ладно ладно я что-нибудь придумаю сегодня или никогда конечно сегодня за кого ты меня принимаешь тихо 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 будем слушать или нет здесь будет мягко как пупка младенца говорит ворка все договорились надо они похоже поговорились давай свистим блокнот не позарез нужно добыть этот блокнот но придется отвлечь мыло то есть блокнот все таки реально тырится да так а чё если нам с пирамидой что не сделать колы эй эй не подходи к моим ножкам ладно ладно чувак расслабься а если это вам глаза сбегаются я не могу выбирать а чё у нас есть в инвентаре как открывать санвентарь я не помню ничего так у нас есть кушать денег огнетушители газета вот сок нет ладно я понял что ты можешь газета сделать посмотри газету рассказал на улице доктора фреда эдисона не ну видимо больше ничего нет газете так пойдем до бомжа наверное ничего как нам его отвлечь надо придумать как его отвлечь да ладно пошли до бомжа съездим может он посоветовал что-нибудь дельное квартира рендала помните вы не можете иметь при себе более двух видов оружия одновременно у нас и одного вида оружия нет чум базар нас вообще нет оружия ну пошли в переулок голубям собаку такой милый опять может хвостом бомж здорово давай говорить все сказал слава богу всего я понял только что ответ нужно искать в баре в баре в баре точно в баре поехали в бар где у нас метро нам нужен бар где есть бар бар пещера клейтона взаимодействуйте с окружением есть предметы которые нельзя забрать но можно подвину дарь включить и сделать с ними т.д. я т.д. . ну попробуем итак у нас новая локация ой здесь может зайти переулок переулок где блевал мэтт лужа чем можно служить взаимодействовать ну давай возьмем лужу а что потом голосовать по карманам да рассыл уже по карману чуть не нравится побросах с некоторых пор банановую кожуру давай возьмем я не притронуть к ней то есть здесь у нас ничего нет да похоже ладно пошли в бар зайдем с заднего хода с черного хода с выхода такая по миска миску надо стырить миску ты реально стырил миску ты смотри а класс клептоман еще зачем можно сделать так сюда по главный ход а ну мы просто выйдем да это понимает да мы просто вышли а снизу у нас здесь ничего нет нигде да ничего не нет это чё за коробки коробки и чё то есть мы сможем спрятаться в коробке если чё да еще есть труба по ней похоже можно забраться она давайте давайте не будем торопиться без события пока полутаем внутри посмотрим чё к чему чё где с кем можно поговорить никому не позволено трогать а царь роя вообще поговорить с ним хотел за база как дела братиш молча даже венец что вы еще живы как же вам удалось сбежать когда русский подставили вас на чемпионате по бильярду что вы святой отец не нужно следить за своих достижений а помните как вы отделали того парня восьмерку даже в дорожке умудрились от пустил этого наглого говнюка ниже плентус опустили мы с вами через многое прошли вместе ведь так вы помните как мы играли против призрака линкольна а как мы поехали в японию и обставили ягудзу за их же столом будете молчать серьезно ни слова не скажет блин ни слова не скажет смотри молчали вы какой бильярдные столы уже не те что раньше когда-нибудь я узнаю цвет ваших глаз святой отец ваше молчание чем-то обоснованно или вы меня просто игнорируете ну ладно молитесь дальше святой отец ну погнали куда-нибудь я узнаю цвет ваших глаз святой отец молчит голубые они голубые да не если я прав просто подмигните не погодите это так это глупо ну хотя ясно вы не хотите обсуждать свои глаза я понял трое дочи а я знаю что они у вас голубые ваше молчание чем-то обоснованно или вы просто меня игнорируете грей дочи минуточку я понял в чем дело я вспомнил сан-франциско чемпионат штата там всплыл приемный сын восьмерки он хотел отомстить за отца и вызвал вас а потом вы выиграли партию за три удара да еще использовали швабру вместо кия так вот в общем я хочу сказать что тогда в честь победы вы заказали королевский дейкеризованный майтай ай сти и потеряли дар речи я правда до сих пор? серьезно? трое дочи ясно заказать вам такой? трое дочи королевский дейкеризированный майтай ай сти трое дочи а правда? хааа какой вы проныра трое дочи ну ладно попробую добыть вам коктейль трое дочи я а вы ждите здесь вообще он сказал типа никуда не уходим хотя откуда мне знать я же не знаю английский здарова эйлен эээ как дела эйлен? как дела эйлен? ну так нормально в это время всегда тихо да как слепе я бы сказал ну может кто то и зашел бы не притащит и вчера этот шимпанзе курильщика эта тварь весь вечер кидалась своим говном в посетителей и многие мои постоянные клиенты поклялись не возвращаться шимпанзе кузичек? ну знаешь если кто то перестанет тебе заходить из-за какой то мелочи значит они не такие верные клиенты как я так и знай ну да ну она такая типа значит ну ну ладно такая так ответил слушай ты как то изменилась дополнительно зубы вставила что ли? ой ты заметил? да мне так хорошо сегодня я стал увереннее в себе чувствую себя красавицей мне сегодня все по плечу ну только не увлекайся эээ так осталось два варианта первый можно мне королевский вот тот тот самый чай пожалуйста и второй вариант не знаю зачем я приперся счастливый олень ладно произнесу еще разок эээ можно мне королевский дейкерезерв взвобованный найти чай Эндл ну может договорились что я не продаю вам с Мэттом выпивку в рабочие дни правда? и мы на такое согласились? нет но меня это не волнует я уже сказала я надоело за вами убирать думаю это единственный способ от вас отделаться хотя бы до выходных ну почему ты думаешь только о себе олень? это не мне а отцу Рою у старика она в горле перешит от болтовни а есть ли у него безалкогольная? не знаю зачем я приперся счастливый олень это не мне а у старику Рою но его в горле перешит от болтовни ха-ха-ха-ха это и такой смешной Рэндл ну да шутить я умею мой босс квартирный хозяин копы все меня обижают смотри смотри наливает он с таким пугливым выражением лица все это делает ха-ха-ха такая она пугливая она пуганная реально так ну нужно ему дать коктейль да? как это взять в руку? а вот так вот да? отец Рой на так патре королевский декиризованный майдай айсти только мимо рта не пронесите смотри реально вбухнул эй вы че творите? больше напитков от меня вы не получите треетучие ну погодите я понял что проблема старый хитрюга недостаточно крепкий да? как же я забыл отец Рой приедет только крепкие напитки ладно постараюсь но ничего не обещаю теперь нам нужно надыбать какое-то крепкое бухлишко да? в сортире one up написано прикинь торговый автомат one up одна жизнь он принимает монеты и че у нас нет монет что ли? а у нас бумажки только у нас только так а пуговица есть какая-нибудь? пуговица 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 ахахаха ничего у нас нет ничего похожего это все миска с остатками кукурузы не понимаю ну выйди отсюда пожалуйста плакат дверь давай дверь посмотрим я оставлю ее открытой сортир сейчас не хочется в этот загляни может здесь как в хоррорах там где же тень ключик 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 золотой окно не открывается давай второй проверим it won't open it won't open так и английский можно выучить? с дебильным плакатом я не разговариваю так я тебе говорю рукой возьми а не разговаривать да ты дурак что ли ну дай позырим тогда где это где это за морями меня ждут все да ну давай тут посмотри штуку штуку-дрюку это автомат с презервативами вопрос в другом им здесь хоть раз кто-то пользовался one-up эээ ну ладно прикольно да прикольно хорошо Эйлен продай мне что-нибудь еще а есть кто-нибудь безалкогольное и не знаю зачем я приперся есть кто-нибудь безалкогольное? конечно только что получили новые безалкогольные фруктовые ликеры фруктовые ликеры? фруктовые ликеры? хочешь попробовать? очень вкусно но трезвый Рэндалл неохотно соглашается и считает что тебе повезло был бы здесь пьяный Рэндалл он бы вылил тебе на голову твои ликеры ну а Рэндалл ты неисправим так ты хочешь попробовать или нет? ладно интересно узнать вкус безалкогольного питья обязательно ликеры господи язык перестань заворачиваться вот вышло значит давно не снимать Рэндалла здесь приходится столько болтать 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 что уже ну вы поняли ликер из папайи манго лайма гуавы грейпфрута маракуйя киви макадамия гуарана лич сахарное яблоко и кокос из маракуйи маракуйя это еще что? о это гадость угу то есть мы теперь будем искать то что ему понравится да? наверное личи да? а ликер из личи? ну ладно давай попробуем одна и та же бутылка один и тот же цвет нас обманывают ммм вкусный и экзотический прямо как джун так значит маракуйя нам не понравились личи понравились давай манго манго это интересно о другая бутылка нах я думал будет слаще гуава без понятия что вообще это за фигня э это первая бутылка ты что нас накалываешь не пойму на что это похоже Глейфлоп название вкусное Nazi вкусно потому что вкусно 4 разных напитков из одной бутылки но не это давай лайм а как насчет лайма чувак и два напитка зеленый немного похоже на сок лайма ну серьезно да давай теперь попробуем ликер из папайи как странно когда напиток не не обжигает глотку кокос олень давайте попробуй кокосовый ликер о синяя бутылка на кокосе а это точно самое гадкое пойло на моей памяти в гадость сказал не верится что я говорю но хочу попробовать ликер из сахарного яблока опять зелено ну не так уж плохо просто название непонятно осталось 3 уйти уйти мы можем да да мы можем уйти но давайте все это сразу попробуем уже и все терпеть не могу киви ну ладно теперь я и ликер из киви терпеть не могу не только киви макадамия почему бы и нет он уже похоже гашеный у нас от ликеров безалкогольный ликер добавили но это жутко вкусно знаете тебе понравились макадамия даже сам не значит такое элейн гуаранового ликера быстрее быстрее еще один синий а мне они все нравятся кстати с тебя 380 баксов е-мое что ты разыгрываешь меня придется заново краситься ты еще и красишься как ты можешь такое спрашивать а как ты можешь вдруг требовать с меня почти 400 баксов а я не говорила что ликера бесплатно я только предложила попробовать правда слушай рэндл конечно мне нравишься и даже очень но я не отпущу тебя пока ты не заплатишь ликеры очень дорогие я не могу больше из-за тебя терять деньги ну считай что тебе повезло мне еще немного стыдно что я тебя обливал а еще тебе повезло что у меня сейчас денег куры не клюет вот на возьми спасибо а теперь извини надо освежить макияж и купила бы несмываемых маркеров что ли не такая уж и уродина если не смотреть на лицо рэндл это такой жестокий козел иногда почти всегда ну все уходи отсюда дура и мы там возьмем у тебя чего-нибудь я не могу его взять элейн рядом еще раз не поговорить может сейчас нет времени на извинения мне надо в сортир срочно а то не донесу понял понял побежали в туалет да я не помыл руки ну и что теперь пошли опять к элейн элейн не надо зачем тебе краситься элейн у тебя не туалет а прямо остров бурану вода и краски повсюду почему твои дебильные ликеры так дорого стоят не знаю зачем я пришел чао вообще нам нужно ее отсюда выгнать я так понимаю чтобы надыбать тяжелого бухла да так что наверное давайте вот этот вот ответить элейн у тебя не туалет а прямо остров бурану вода и краски повсюду ладно неужели так трудно прицелиться как следует тоже трезвый по всему игра а не игрок что-то я не поняла ну ладно слушай ты разве не не успел прочитать ну ладно виной значит игра не игрок вот хорошо я ведь говорил от меня смысла краситься в узком туалете висит огромное зеркало если не ошибаюсь да да точно это вариант еще подписано что а меня не волнует что ты занята клиент всегда прав и не знаю зачем я пришел давай в узком туалете висит огромное зеркало если я не ошибаюсь и что потому что с большим зеркалом тебе будет удобнее не уверен что такого мелкого зеркальца хватает мне уже надо верить твоей подколки ладно ладно я же просто говорю что в туалете полный бардак это может впечатление от заведения владели сводится с макияжем за стойкой ладно сейчас пойду приберусь но тебе придется сделать мне одолжение я одолжение вам деби рэндалл прошу вынести вчерашний мусор в конце концов по большей части это вашей обезьяны и мусор я соглашаюсь только потому что ты разрешаешь меня ссать на пол в мужском туалете что я такого не говорила проверим сходи сама погляди господи вон мусор просто вынеси его переулок через заднюю дверь вас понял а роджер видим придется взять да взяли так и дело здесь нужно его кинуть где-то здесь мать твою за ногу дебил ты меня до смерти перепугал тебе лучше быть начеку варень нужно предвидеть привидение это даже хуже твоей дешевой философии из фантастических сериалов чувак предвидеть привидение предвидение это еще откуда из комикса что ли если козни страха столкнулся с обретательным умом результат может стать необратимым и ужасающим как-то лучше ну прям как стоит фура говорит вещь иногда такие ты выбрал новый переулок мне нравится это дальше от моей квартиры не то чтобы мне было интересно но чем ты там занимался ты наверно не просто тут появился мне стоит волноваться слушай я не могу я спешу так что пока про новый переулок мне нравится подальше от моей квартиры я не переехал сюда просто нужно было кое с чем разобраться ага кое с чем не то чтобы мне было интересно но чем ты там занимался я знаю все и поверь лучше тебе не знать верю верю я только что понял что на тебе нет установок так что забудь что я спросил ну ладно давайте мы опустим этот момент и короче считаем дальше наверное неспроста тут появился мне стоит волноваться тебе стоило волноваться с того момента как ты заграбастал кольцо задница господи это опять началось забудь ты про это черного кольцо я уже пытаюсь все исправить не выйдет я же говорил кольцо не хочет чтобы ты его находил у него есть воля уж поверь я уже запарился его искать и не надо мне втирать чтобы все это было зря не буду но оно так и есть а слушай я немного спешу так что пока ага увидимся позже говорит старикам ладно возвращаемся назад а чё элень не сходила в туалет что нам нужно бухло блин я уже выполнил ее просьбу вообще хватит с нее на сегодняшних на сегодня унижений нанесу нам удар завтра значит мы не нашли бухло соответственно мы не сможем сейчас разговаривать отца роя светового отца роя да и вообще никого что ж ребятушки давайте на этом прервемся в следующей серии видим нам придется искать бухло а придется вернуться в ломбард пытаться как-то отвлечь подавца ломбарда я забыл как его зовут блин ну конечно придется придется его отвлечь возможно вести бомжа уже в нашем переулке у нашего дома ну и спасать кольцо а с вами был я антон крокодил ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и всех вам благ ребят пока пока